Яркий костюм лисички вводит болельщиков в заблуждение. Под ним скрывается хоккеистка с четырехлетним стажем. Александра Бедяк готова поспорить с тем, что в хоккей играют настоящие мужчины. По ее мнению, делить виды спорта по половому признаку неправильно. Вообще, есть деление спорта. Кто-то занимается фигурным катанием, кто-то хоккеем. Каждому свое. В товарищеском матче, открывшем спортивный праздник в Горках-2, Александра играла за подростковую сборную поселения. В упорной борьбе со счетом 3-2 ей удалось победить коллег помладше. Хотя победа, разумеется, не главная цель соревнования, а скорее приятный бонус. То, что помогает развить в себе занятия хоккеем, а игры, их неотъемлемая часть, полезна не только на ледовой арене, но и за ее пределами. Дисциплину, уравновешенность, спокойствие. Когда на тебя идет игрок, и ты переживаешь, это успокаивает. Ты понимаешь, в каких ситуациях надо коллективно действовать. Это все-таки хоккей-командная игра. Мы здесь, прежде всего, учимся доверять друг другу, что самое, наверное, важное в жизни. Мы сбиваемся в одну команду, у нас одни общие цели – победить. Отбрасываем все свои какие-то внутренние эмоции, переживания, какие-то, возможно, там интересы. Так как все играют в разных частях коробки, кто-то защитник, кто-то нападающий. И мы все объединены одним результатом – победить. Очередной товарищеский матч турнира «Русская классика» Одинцовские хоккеисты решили посвятить национальной сборной России по хоккею, которая вынуждена выступать на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. А значит, нуждается в поддержке, как никогда. Наше, можно сказать, любительское движение на территории района под лозунгом «Русская классика» мы посвящаем нашим олимпийцам, мы болеем за них, мы передаем свою энергетику через вот такие события в простых поселениях Одинцовского района. Все предыдущие матчи-турниры, как под копирку, начинались с атак хоккеистов «Армады». Но в этот раз сложившейся традиции пришлось изменить. Гости перешли в оборону. Хозяева поля были настроены решительно и бескомпромиссно. Результат – напряженной игры к концу первого периода 0-0. Игра упорная, обе команды хорошо играют, моменты есть. В следующих периодах будут голы на немец. Соперник в этот раз подготовился, они пересортировали всю свою команду, много молодых игроков. Ну и вообще сборная «Горок-вторых» – они одни из многочисленных победителей во всех любительских турнирах, которые проходят на территории района. Поэтому мы чувствуем достойный отпор и очень много атак, и пока баланс 50 на 50. Счет удалось открыть лишь в конце второго периода. Шайбу в ворота «Армады» забил номер 32 Владимир Табачков. Хозяева продолжили атаковать и уже через три минуты увеличили отрыв. На перерыв игроки ушли со счетом 2-0 в пользу хозяев льда. Без никаких тактик вышли получить удовольствие, доставить удовольствие зрителям, болельщикам, жителям. По уровню игры хоккей не смотрится как каким-то дворовым или любительским. То есть это совершенно серьезная игра по всем правилам, с силовыми элементами, с голевыми атаками, с сильными бросками по воротам. Поэтому наши ворота защищают профессиональные вратари. Так что мы постарались сделать хоккей зрелищным, как обычно, атакующим, интересным, чтобы все любители хоккея, которые сегодня пришли поддержать наши команды, они остались довольны. 13, как и неделю назад, для «Армады» счастливое число. Евгений Добрынин, игрок под этим номером, забил первый и единственный в этом матче гол в ворота хозяев льда. За считанные минуты до конца игры гости решили заменить вратаря на полевого игрока. Но этот ход не принес желаемого результата. Третий период завершился со счетом 3-1 в пользу сборной горского поселения. Впереди у игроков «Армады» тренировки и работа над ошибками. А уже через неделю им вновь предстоит выйти на лед, теперь уже в Голицыно.